Всем привет, с вами Балти. Добро пожаловать на канал и частый вопрос в комментариях сейчас это как прослушивать и скачивать музыку на айфон на iOS 17. Плюс вышел iPhone 15 и это устройство станет для многих первым, люди по-любому столкнутся с проблемой загрузки и прослушивания музыки на iOS устройствах. Давайте на эту тему и поговорим. Подурат если вы поддержите видео пальцем вверх, так же подпишитесь на канал. Для того, чтобы прослушивать музыку из разных источников и при этом она была на вашем устройстве, вам понадобится приложение, которое называется Cloud Music. Загрузить вы его можете бесплатно из App Store, ссылка будет в описании, скажу об этом сразу. И как только вы зайдете в приложение, вы попадаете на страницу импорта. То есть отсюда вы можете скачать музыку и она появится внутри этого приложения для вашего комфортного прослушивания. Покажу как работает каждая функция. Начнем с моего любимого способа, который позволит скинуть музыку на телефон без каких-либо компьютеров и проводов. Это через приложение Files, то есть файлы. Соответственно вам нужно просто зайти в браузер Safari, у меня открыта страница с бесплатными звуками, которые вы можете скачать бесплатно. И вы просто нажимаете на кнопку скачать. Открываем загрузки, видим, что этот трек загружается в приложение Files. И после того, как нужные файлы будут загружены, внутри приложения вы нажимаете Files App. Вот наш звук, который мы скачали, мы по нему тапаем. И нажимаем на кнопку открыть. После этого он появляется внутри приложения, на странице музыка, видим вот наш файл. Соответственно этот способ позволит перекинуть разные аудиофайлы с любого приложения, которые установлены на ваш iPhone. Будь то стандартные приложения вроде диктофона, или скачанные из App Store программы вроде каких-либо мессенджеров. Следующий удобный способ импорта музыки внутрь приложения, это использование облачных сервисов. Какие доступные вы можете видеть на ваших экранах, в целом это самые популярные. Например, я использую Google Диск. Я могу без головной боли сразу в один клик целый альбом загрузить в облако. Вот так это выглядит на компьютере, например. И после этого внутри приложения я захожу в Google Диск, и мы видим все треки, которые у меня загружены, и у меня к ним есть свободный доступ. То есть я могу нажать на кнопку загрузить, и из облака эти песни переместятся на вкладку музыка для дальнейшего прослушивания внутри приложения. Плюс с помощью этого способа вы можете без проблем загружать песни на самые разные устройства, на которых установлена программа Cloud Music. Например, вот iPhone, я зашел в Google Drive и вижу те песни, которые у меня там есть. А вот iPad, и тут тоже установлено приложение Cloud Music. Я точно так же захожу в Google Drive и вижу те же самые песни. То есть таким образом, скинув один раз песни в облако, я получаю к ним доступ со всех моих устройств. Далее способ перегидывания музыки через Wi-Fi. Если вы нажмете на Wi-Fi Transfer, вы увидите подробную инструкцию. То есть вам нужно просто включить Wi-Fi на вашем устройстве, открыть браузер на вашем компьютере и перейти на данную страницу по данному адресу. После этого вы можете загрузить музыку через сайт, и она сразу отобразится на вашем устройстве. То есть вам никаких лишних действий делать не нужно. Не нужно подключать устройство к компьютеру через провод, открывать iTunes и пытаться разобраться, как там это все работает. Тут вы просто через Wi-Fi скинули хоть целые альбомы, и это все сразу отобразилось на вкладке музыка, и вы можете сразу приступать к прослушиванию песен. Предпоследний способ – это всем известный метод перекидывания файлов через iTunes. Тут есть инструкция. Просто через компьютер вы выбираете приложение на странице iTunes и загружаете прямо в программу с вашего компьютера необходимые песни. И последний способ, который есть в приложении – это доступ к той медиатеке, которая есть на вашем устройстве. То есть тут вы просто выбираете те песни, которые хотите переместить в программу, и они у вас добавятся на вкладку музыка, чтобы вы могли прослушивать изнутри приложения. В целом все эти способы без проблем позволят скинуть музыку с вашего компьютера или загрузить музыку прямо на ваше устройство и комфортно слушать те песни, которые вам нравятся. Если что-то не получается, тут сверху есть кнопка «Как это работает», и она подробно расскажет, как использовать приложение, и расскажет инструкцию к разным способам по загрузке музыки. Еще снизу вы можете видеть, что есть вкладки. Например, на вкладке «Музыка» вы можете посмотреть всю вашу медиатеку, перемешать ее, ну или просто начать прослушивание. Плюс данного плеера, что здесь, например, есть режим сна, вы можете выбрать, на сколько времени вы хотите запустить данный таймер, плюс можете поиграться с настройками эквалайзера и настроить ваше прослушивание музыки. Помимо этого, в программе есть возможность создавать плейлисты, чтобы еще комфортнее было прослушивать музыку. Ну и последнее, это вкладка «Настройки». Тут, понятное дело, вы можете настроить приложение полностью под себя. В общем, ребята, вот такое вот приложение, оно очень полезное, оно очень простое в использовании, и с его помощью вы сможете без проблем скачивать и слушать музыку прямо на вашем iPhone, без каких-либо компьютеров, синхронизации и всей вот этой истории. Ссылку на эту программу я оставлю в описании к видео, ей можно спокойно пользоваться бесплатно, так что обязательно скачивайте, мало ли вдруг станет платной. На этом все, ребята, буду рад, если вы поддержите видео пальцем вверх, также подпишитесь на канал. Спасибо за просмотр, пока! Субтитры сделал DimaTorzok